Сегодня я бы хотел закончить разговор о Волкодимонской политеи Ксенофонта, посвятив вторую его часть созданию идеального солдата, спартанского суперсолдата, спартанского воина. Напоминаю, что Ксенофонту можно верить, потому что Ксенофонт не просто что-то слышал о спартанцах, а лично был знаком с верхушкой полиса, в частности с царем Агисилаем, и даже бывал в Спарте, не говоря уже о том, что в Лаконике он прожил большую часть своей жизни. Я также напомню вам, что Ксенофонт классический политический философ, то есть философ, а значит, не стоит ждать от него безоговорочного панагирика или безоговорочного осуждения. Ксенофонт находит в Спарте как хорошие, так и плохие черты. Закончив с этим коротким введением, наверное, стоит обратиться к законам Ликурга, посвященным созданию жизни и смерти этого самого суперсолдата. Естественно, жизнь любого человека начинается с зачатия, и потому вопрос о создании суперсолдата – это в первую очередь, буквально в первую очередь, вопрос о воспитании и роли женщины в городе. Именно к этому вопросу Ксенофонт и обращается в самом начале. В отличие от всех остальных греков, а вы помните, что труд Ксенофонта отчасти работает на диалектрическом противопоставлении всех остальных греков и спартанцев, так вот, в отличие от всех остальных греков, которые считают, что их дочери должны заниматься шитьем, не переедать, не пить вина и сидеть дома, Ликург счел, что хорошие дети не появляются от таких занятий и предпочел, чтобы спартанская женщина, как мать будущего суперсолдата, развивалась телесно. Для этого он заставил спартанок участвовать в гимнастических состязаниях и в целом заниматься гимнастикой. Естественно, это было сделано не только с той целью, чтобы спартанки имели крепкие тела для будущего деторождения, но и с определенной другой целью, о которой говорят практически все окружающие Ксенофонта философы и даже некоторые поэты. А говорят они вот что. Спартанская женщина абсолютно распутна. Она постоянно погружена в адюльтер. Не забываем, что известная Елена Троянская тоже спартанка. И кажется, что причина этого заключается в том, что Ликург дал спартанской женщине огромное количество возможностей для того, чтобы этот адюльтер совершать. Зачем, спросим мы, спартанской женщине-адюльтеры? Но мы-то знаем цель Ликурга. Мы знаем, что целью всех законов Ликурга, посвященных деторождению, естественно, является создание суперсолдата, о чем Ксенофонт говорит абсолютно прямо. А значит, воспитание спартанской женщины подобным образом должно отвечать указанной цели. Иными словами, спартанская женщина должна стать распутной для того, чтобы иметь возможность выбрать того партнера, который кажется ей подходящим для деторождения, а не того партнера, которого для нее выбрали ее родители. Ксенофонт говорит о том, что Ликург утверждает множество законов, позволяющих адюльтеры. Это и закон, запрещающий мужу быть видимым, входящим в спальню жены. Это и закон о том, что старик, сочетающийся с молодой девушкой, должен выбрать для деторождения подходящего молодого человека. Это и закон о том, что мужчина, желающий иметь детей, но не желающий, чтобы у его сына были братья, претендующие на наследство, мог бы заиметь детей от достойной женщины, и так далее, и так далее, и так далее. Ксенофонт, что удивительно, не подтверждает результатов подобных евгенических практик. Он уходит от ответа на вопрос, действительно ли такие евгенические практики оказались полезными в создании суперсолдат. Но этот уход настолько специфичен, и так повторяется, как паттерн в работе, что на него нельзя не обратить внимания. Ксенофонт говорит, пусть каждый сам решает за себя, получилось ли у Ликурга или нет. Конечно, в ситуации, когда хорошая спартанка может сойтись с любым мужчиной, который кажется ей подходящим для производства сильного потомства, а таких, очевидно, немного, у нас возникает проблема, которая возникает у классической политической философии всегда, и которую мы уже обсуждали ранее, а именно проблема инцеста. Как спартанец может понять, не является ли тот или иной ребенок его собственным ребенком? И ответ Ксенофонта довольно забавный. Ксенофонт говорит, что чтобы избежать проблемы инцеста, Ликург запретил мужчинам в спарте заниматься педерастией, и подменил это занятие сугубо платонической любовью. Я процитирую этот отрывок для того, чтобы у вас было четкое представление о словах Ксенофонта. Если же окажется, что вожделеют тело мальчика, то Ликург, сочтая это позорнейшим явлением, устроил так, что волки демонии, влюбленные в мальчиков, воздерживались от них точно так же, как родители воздерживаются от сексуальных связей с детьми или братья и сестры от любовных отношений друг с другом. Очень сложно спать с мальчиком, если есть шанс, что этот мальчик твой мальчик. Но мы перейдем от вопроса деторождения к вопросу воспитания и обучения. Снова играя диалектически, Ксенофонт говорит, что все остальные греки обучают своих детей в частном порядке и обучают их музыке, письму и гимнастике. В спарте же, как вы помните, образование только государственное. И, что удивительно, в описании этого образования нет ни слова ни о музыке, ни о письме, ни о гимнастике. Суперсолдат не должен хорошо уметь читать и писать или играть на музыкальном инструменте, или даже заниматься гимнастикой. Это не дело с точки зрения Ликурга для суперсолдата. Строго говоря, следуя описанию Ксенофонту, в спарте детей вообще ничему не обучают. Их только воспитывают. И воспитывают их только с помощью наказаний. Чему же воспитывают в спарте? Ксенофонт перечисляет три вещи. Во-первых, спартанским мальчикам прививают айдос. Это стыд. Или, если быть более точным, это страх или трепет перед властями. Кто оказывается в этом смысле властями по отношению к спартанскому мальчику? Ответ Ксенофонта все и практически всегда. Вы помните, назначенный государством педаном, это начальник над мальчиками. Выбранные педаномом биченосцы это начальники над мальчиками. Гиппогреты, выбранные эфорами из числа мальчиков, также оказываются начальниками над мальчиками. Ближайшие родственники оказываются начальниками над мальчиками. Но главное, любой спартанский гражданин, любой мужчина оказывается начальником над мальчиками. Привить уважение к властям или трепет к властям с помощью наказаний, также означает одновременно привить им второе качество спартанского воспитания – перифу или послушание. Опять же, это послушание возникает только в контексте послушания властям или послушания законам. Спартанский мальчик должен научиться не только уважать старших во всех смыслах старших, но и беспрекословно выполнять все, что они ему говорят. Этому служит также и отдельный пример того, что любой мужчина, любой гражданин может наказать мальчика, если он видит, что мальчик что-то делает не так. А если мальчик побежит жаловаться отцу, то отец накажет его за эту жалобу. Эта практика указывает мальчику, что нельзя жаловаться через голову, нельзя жаловаться одним властям на другие власти. Наконец, спартанских мальчиков учат воздержанности. В список воздержанности ксенофонта, как вы помните, взят из меморабилии входит труд, жара и холод, еда, секс, сон и вино. Во второй главе лакедемонской политии сказано, что мальчиков учат воздержанности в труде, то есть способности переносить физический труд и физическое напряжение. Их учат переносить жару и холод, когда выдают один гематий на все времена года. Их учат приносить голод, когда недокармливают их и тем самым подталкивают воровать. Вместе с этим воровством их, конечно же, учат преодолевать желание спать. Потому что мальчик для того, чтобы воровать, должен дождаться ночи и должен ночью, прокравшись куда-то, что-то украсть и так далее. Наконец, спартанское воспитание учит их и воздержанности в вопросах секса. Что уже было сказано, ни один взрослый мужчина не спит с мальчиком, потому что есть шанс, что этот мальчик его мальчик. В главе пятой ксенофонд говорит о воздержанности в вине. Когда мальчики взрослеют, их пускают за совместные обеды. При этом и ксенофонд, кажется, здесь отсылает к Платону или, по крайней мере, дает скрытую цитату Платона. Ликург понял, что для того, чтобы решить проблему пьянства, не нужно запрещать алкоголь, а нужно разрешить его пить только тогда, когда возникает жажда. Это, конечно же, шутка, потому что, если вы помните, жажда посещает вас несколько десятков раз в день, и для того, чтобы ее утолить, придется выпить, как говорит современная медицина, ну хотя бы полтора-два литра жидкости. То есть единственное, в чем мальчики не воздержаны, это вино. Конечно, вы можете сказать мне, что надо бы вспомнить и о девочках, но очевидно, что, естественно, девочки гораздо менее воздержаны, чем мальчики, и ксенофонд несколько раз намекает на это. Они не воздержаны в еде, вине и сексе, о чем было сказано в первой главе. Именно поэтому в одной из глав ксенофонд говорит, что мужской пол доказал свое превосходство по отношению к женскому полу даже в этом вопросе. Когда ксенофонд заканчивает говорить о воспитании спартанских мальчиков, он снова выдает уже известную нам формулу, а именно он не ручается за то, что это воспитание работает. Он говорит, пусть каждый желающий посмотрит на спартанцев и решит сам за себя. Такая концовка снова намекает нам на провал законов Ликурга, но одновременно вместе с тем она указывает нам и на проблему. Воспитание, классическое античное воспитание должно заключаться в привитии юношам добродетелей. Но спартанцы не прививают ни одной добродетели. Ни стыд, ни послушание, ни воздержанность не являются добродетелями. Конечно, мы могли бы сказать, что суперсолдату по большому счету не нужно иметь добродетелей, кроме одной. И, естественно, это добродетель мужества. Но, и это удивительно, ксенофонд не употребляет слово мужества в этом трактате вообще. Он все время пытается заменить это слово каким-то другим. Либо он говорит о просто добродетели АРТ, либо вместо Андреи он использует замену Андрагофия, либо говорит о Филане, Никии, то есть любви к победе и так далее, и так далее, и так далее. Вы помните, что для того, чтобы привить Филаникию, спартанское государство, то есть Эфарат, выбирает несколько лучших юношей, которые затем выбирают еще несколько лучших юношей, таким образом делясь на несколько групп. И эти группы все время воюют друг с другом. Я не буду сейчас об этом подробнее говорить, вы можете посмотреть предыдущий ролик. Там об этом сказано объемнее. При этом обсуждая Филаникию, ксенофонд снова ничего не говорит о результатах подобного воспитания. Вместо мужества же ксенофонд говорит о трусости и наказании для трусов. Мы снова возвращаемся к спартанскому воспитанию. Спартанское воспитание – это не воспитание кнута и пряника. Спартанское воспитание – это только воспитание кнута. Именно поэтому законы Ликурга не вознаграждают мужественных или смелых, а не наказывают трусов путем лишения их всевозможных коллективных благ. Как возможности участвовать в общей деятельности, например, в хорах или в каких-то играх, так и возможности банально выдать своих дочерей замуж, не говоря уже о постоянных издевательствах и травле со стороны спартанских граждан тех, кто был увлечен в трусости. Ксенофонд не говорит, что спартанцы его времени мужественны. Напротив, ксенофонд показывает нам, что это не так. В главе девятой ксенофонд говорит, что мужество гораздо легче, приятнее, надежнее и достижимее, и это его любимая формула, чем трусость. И добавляет, что все хотят быть в союзе с мужественными. Но в 14 главе он открыто заявляет о том, что никто не хочет быть в союзе с современными ему спартанцами. Тем самым указывая, что давление на трусов и наказание трусости само по себе не порождает мужество. Все это время мы, конечно, смотрели на спартанское воспитание, и, как вы могли заметить, ни разу ксенофонд не сказал о том, что оно достигло своих целей. На самом деле это не совсем так. В пятой главе ксенофонд открыто говорит, что у ликурга получилось сделать спартеатов здоровыми и сильными. Но возникает это утверждение в главе, посвященной совместным пирам. Помните, пьют вино, как воду. И вместе с этим превознесением, что у ликурга, наконец-то, получилось спартанцев сделать здоровыми и сильными, появляется самоцитата из пира пир 2.16. В лакедемонской политии сказано, что спартанцы делаются сильными и здоровыми, потому что одни одновременно упражняют руки, ноги и шею. А в пире сказано, что это за упражнение. Это упражнение – танец. Иными словами, глава о совместных пирах и пьянстве заканчивается утверждением о том, что пьяные спартанцы много танцуют и таким образом поддерживают свою физическую форму. Это превознесение единственное, которое мы слышим от Ксенофонта относительно спартанского воспитания. Как же Ксенофонт описывает непосредственно службу суперсолдата? Лишь три главы из пятнадцати так или иначе затрагивают непосредственную военную службу отдельного спартеатра. В двенадцатой главе Ксенофонт обсуждает ежедневное расписание суперсолдата, который находится в военном лагере. Выглядит оно следующим образом. Утром все начинается с упражнения. Ксенофонт говорит о том, что в упражнение входит гимнастика и бег. Вы помните, да, что спартанцев не учат гимнастике? Вот только на войне они, кажется, начинают нормально заниматься. Затем после утренних упражнений происходит сидячий смотр. Затем завтрак. Затем беседы и отдых. Затем вечерняя тренировка. Тоже снова гимнастика. Затем ужин. Затем молитва в форме воспевания богов, жертвы которым оказались успешными. А затем сон. Иными словами, спартанская война, кажется, выглядит как детский лагерь. Утречком упражнения, затем смотр, затем завтрак, затем время отдыха или свободное время, затем вечерние упражнения, затем ужин, затем мы поем гимны, а потом ложимся спать. И день следующий повторяется в той же ситуации. Почему спартанцы могут позволить себе такое расписание? Ну, во-первых, очевидно потому, и ксенофонд на это тоже намекает, что охраной лагеря и разведкой для спартанского лагеря занимаются не спартеаты. Это делают либо скериты, либо наемники. Почему спартанцам нужно именно такое расписание? Ответ кажется довольно банальным. Дело в том, что война вообще неприятная и тяжелая штука. И, естественно, всякий человек любит мир больше, чем войну, хотя бы потому, что в миру не надо прилагать столь многих усилий, и мир не кишит столь большими и частыми опасностями, как это происходит в военное время. Соответственно, для того, чтобы некий человек, а мы говорим о суперсолдате, вы помните, у спартанцев нет других занятий, кроме как война, кроме как солдатский быт, кроме как бытие война. Так вот, для того, чтобы всякий человек полюбил войну больше, чем мир, мир должен стать отвратительнее войны. А война должна выглядеть гораздо более приятственно на фоне мира. И, кажется, подобное жизненное расписание в лагере кажется крайне-крайне соблазнительным. В главах 11 и 13 Ксенофонд описывает обмундирование и бой спартанцев. Как мы выясняем из описания обмундирования, суперсолдат в первую очередь должен поддерживать имидж суперсолдата. Ликург дал спартиатам пурпурные одежды, и Ксенофонд объясняет, почему он это сделал. Потому что пурпурный выглядит угрожающе и менее всего похож на женскую одежду. У воюющего спартиата длинные волосы. Как вы помните, длинные волосы это, естественно, признак варварства. Он идет в бой с венком на голове. А из оружия у него в руках не медный, а латунный щит. Вы помните, что и медь, и латунь, это все сплавы бронзы, но при этом латунь гораздо более мягче, чем медь. Причина, по которой Ликург дал своим суперсолдатам более мягкие щиты, заключается в том, что медь тускнеет быстрее и хуже чистится. А в бой надо идти с чистым и блестящим оружием. Иными словами, точно так же, как и в случае плаща, щит нужен не для того, чтобы лучше защищать суперсолдата, а для того, чтобы каждый мог опознать суперсолдата на поле боя. Мы тут же задаемся вопросом, разве суперсолдату не нужно супероружие? Почему Ликург решился выдать ему более плохое оружие, чем у его соперников? Но ответ, кажется, лежит на поверхности. Суперсолдату не нужно не только супероружие. Ему вообще не нужно никакого оружия. Любой, имея в руках супероружие, может быть хорошим солдатом. Но только суперсолдат может быть отличным солдатом тогда, когда в руках у него нет ничего. После описания того, как создается имидж суперсолдата, ксенофон переходит непосредственно к описанию спартанского военного искусства. И тут у него есть две основных ремарки. Первое. Спартанское военное искусство никакое не суперискусство, потому что, кажется, его очень легко понять. Все войны подчиняются своим начальникам, а начальники подчиняются своим начальникам. Именно поэтому спартанские колонны так хорошо маршируют и так хорошо маневрируют на поле боя. Ксенофон говорит, в этом нет вообще ничего сложного. И мы понимаем, что в этом нет ничего сложного, потому что всю жизнь этих солдат воспитывали в двух соответствующих качествах в уважении к властям и в подчинении властям. Поэтому нет ничего удивительного, пишет ксенофон, что спартанцы прекрасно ориентируются на поле боя, потому что они привыкли подчиняться своим начальникам. «Что сложно понять, — говорит ксенофонд, — так это то, что когда в спартанские ряды вносятся сумятица, спартанцы не бегут. Но мы-то уже знаем, почему они не бегут. Дело в том, что они невероятно боятся быть обвинены в трусости. В отсутствии спартанского бегства нет ничего от мужества. В отсутствии спартанского бегства только страх и ужас перед тем, что ты, сбежавши, вернешься домой. Ибо там тебя ждут самые невероятные мучения в наказание за это». Как же быть с солдатами, дожившими до старости? Ксенофонд говорит о стариках две основных вещи. Вещь номер один — зрелый спартиат вплоть до старости поддерживает крепость своего тела не с помощью упражнений или военных походов, а с помощью постоянной охоты. Мы помним, что у спартиата дома-то ничего нет. В смысле, все его хозяйство подчинено его жене. И за это тоже спарту критикуют как Платон, так и Аристотель. И с этой женой он ничего сделать не может, потому что вообще-то она решает, с кем и когда она будет зачинать новых суперсолдат. Поэтому, естественно, старики и взрослые должны проводить время вне дома, тем самым дав потенциальным любовникам возможность зачинать суперсолдат. Именно поэтому они занимаются охотой. Но от старика как такового, в отличие от зрелого человека, никакого толку с точки зрения его солдатской службы нет. Старость неприемлема для суперсолдата, старость невыносима. И чтобы вынести старость и одновременно показать, что старость неприемлема, Ликург установил отдельный политический институт, называемый Герусией. С одной стороны, Герусия – это возможность для стариков, зараженных филоникией, продолжить борьбу друг с другом. Они борются за место в Герусии. Тем самым, снова занято их время и снова заняты их силы. С другой стороны, ксенофонд описывает борьбу в Герусию, как попытку выставить себя более добродетельным, чем своего оппонента. Но спартанцы недобродетельны. И главное, что эта попытка, очевидно, должна быть предпринята с помощью слов. Но спартанцы, не умеющие читать и писать, очевидно, не умеют и нормально говорить. Таким образом, старик, пытающийся выставить себя более добродетельным, чем его оппонент, выставляет себя на посмешище. Так законы Ликурга показывают молодым людям, что старость неприемлема, что дожить до старости – это ошибка. Что суперсолнат, созданию которого, кажется, и посвящен спартанский строй, не должен встречать старость, а должен уступать свое место молодым гражданам.